это должны себя увидеть немножечко начнем с запозданием но зато очень важно сегодня будет у нас вебинар похоже начинается вот он и он так хорошо все рад приветствовать всех может маленечко лагать но это в самом начале потом должно наладится вот как слышно как слышно но если хорошо слышно поставьте плюсики если плохо слышно поставьте минусы так и не забываем поставить лайки под видео так отлично вижу ваши плюсики наконец-то мы тут это все наладили так на нашем сегодня у нас по факту не вебинара hangout на нашем вебинаре присутствует роман картавцев это автор программист и автор сайта призм база на которого которым все давным-давно пользуются я сам очень часто рекламировал этот сайт потому что статистика на нем достаточно глубокая и такой другой статистической сайта со статистикой я не знаю а также присутствует у нас автор разработчик сайта и как-то назвать как-то называется но помощник нашей капитализации у каждого для кошелька вячеслав автора сайта reprism вот я тоже участвовал как небольшими там советами при разработке сайта reprism поэтому пригласил сегодня для меня этих двух авторитетных людей программистов которые могут рассказать сегодняшним присутствующим сегодня людям о том какая ситуация происходит у нас с блокчейном какая ситуация происходит в целом вот криптовалюты призм и я считаю что эти мнения этих двух людей будут очень авторитетными содержание сегодняшней встречи будет такое я буквально там пять десять минут потрачу на то на расскажу о статистике регистрации новых участников о статистике баланса паровоза призм а после этого можно сказать в свободной такой форме но в общем и в целом мы вот и расскажем о тех вопросах которые я из рассказал рассказал так и так еще у меня вот здесь вопросик в самом начале на бумажке написан я хочу чтобы ну пишется у меня что присутствует а сейчас не пишется не знаю сколько присутствует зрителей на этом вебинаре но те зрители кто имеет ноду и форжат блоки для криптовалюты призм вы пожалуйста поставьте циферку 1 что у вас есть но да и вы хотя бы периодически ее включаете и сгенерировали хотя бы один блок это важно для того чтобы но вячеслав вот как бы ну и вообще мы статистику зрителей своих услышали если у кого-то есть но да поставьте циферку 1 так это мы так друзья слава и роман у вас есть чат вы его видите нет я вижу чат ром ты видишь сейчас я ему соку скажу значит сразу же скажу чтобы у нас взаимопонимание было чат примерно опаздывать там на полминуты на минуту то есть мы разговариваем но надписи которые пишут люди немножечко опаздывают то есть звук до вас доходит позднее соответственно вы пишите в чат чуть-чуть позднее не работают ссылки на вебинар в youtube но да без форжанга на макинтош но да можно установить значит еще сразу же пометочка для тех кто вебинары смотрит наши впервые сразу же скажу то есть вопросы вы сейчас в чат никакие не пишите возьмите ручку и запишите свой вопрос на бумажку потом после того как вот по сути дела суть вебинара мы расскажем я напишу в чате задавайте вопросы и после этого эти вопросы мы будем читать но и в зависимости кому вопрос будем отвечать так слав ну а ты там смотри статистику по поводу того сколько людей форжат и у кого есть но да там у кого есть но доставим единичку не забываем это так начну я по порядку наш вебинар со статистики так сейчас попробуем сделать вот так да и так для тех кто смотрит наш вебинар впервые вообще в команде паровоз призм может быть случайно оказался на этом вебинаре расскажу что у нас есть сайт паровоз призм на этом сайте у кого-то эхо прошло вот на этом сайте существует раздел наши результаты и в этом разделе вы сможете увидеть вживую что какие результаты у нас происходят ну в реальном режиме времени по сути дела может быть не совсем в реальном потому что по факту эта таблица обновляется дважды в неделю она обновляется в среду и эта таблица наша обновляется в субботу перед вебинаром вот значит что я могу сказать на прошлом вебинаре у меня было большое количество работы мы выкладывали статистику ну и поздравляли победителей на нашем конкурсе который назывался праздничный поэтому я не докладывал о результатах нашей процесса регистрации статистику и так далее потому что времени не хватало а сегодня я хочу это все продемонстрировать значит первое первое на что обращаю я всегда внимание баланс совокупный баланс всех кошельков паровоза значит настоящий момент настоящий момент 6 апреля он составляет без малого 24 миллиона монет 24 миллиона монет если посмотреть неделю назад он был 23 миллиона сто пятьдесят четыре тысячи еще неделю назад был 22 миллиона это не неделю так это у нас суббота а вот это будет не неделю потому что у нас вот это данные среды это данные прошлой субботы вот это прошлой среды это позапрошлой субботы вот было 20 ну 21 миллиона сейчас 24 по сути дела на 2 миллиона наша команда увеличила совокупный баланс я считаю что результаты стабильные результаты хорошие вот здесь у меня циферки такие сколько это прирост за последнюю неделю в процентах монет здесь почти 65 93 за прошлую неделю было но врез я думаю что и подведение итогов на это повлияло очень хорошо 772 процента по балансу мы увеличивали и за последнюю неделю 6 процентов по балансу также вот это вот увеличение по балансу оно дает еще такой можно сказать побочный а может быть и наоборот я бы сказал даже прямой эффект увеличивается количество кошельков которые имеют миллионный миллионную структуру не миллионный баланса миллионную структуру если на прошлую неделю их было меньше 700 то сегодня их стало 728 кошельков эти кошельки которые имеют миллионную структуру они помечены файле прямо вот таким таким цветом фиолетовым что ну криптовалюта призм фиолетовый цвет я посчитал что это прям наш цвет поэтому вот миллионы здесь вот маленечко бывает пробелы редкие когда миллионной структуры пока нет но я думаю это будет буквально в течение там недели совокупности из из двух ну двух с половиной чуть чуть больше тысяч участников паровоза призм 728 участников друзья уже имеет настоящий момент миллионную структуру но я считаю что это достижение нашей работы гигантские вот как бы есть что сказать есть что показать вот миллионную структуру в одиночку или каким-то другим способом заработать практически невозможно и не буду уставать повторять говорить о том что это миллионная структура под вашим личным личным кошельком доступ к которому имеете только вы и никто другой не имеет доступ к этому кошельку вот именно эти два параметра что мы позволяем очень быстро строить миллионную структуру под кошельками и что именно под вашим личным кошельком доступ к которому имеете только вы эти две особенности отличает команду паровоз призм от других команд так еще на прошлой неделе у нас изменились условия подключения в паровоз было первое снижено комиссия за регистрацию плата за регистрацию было со 100 монет до 50 снижено в ветку пиде тысяча плюс и из 50 по из 30 до 15 монет снижена ветку 50 плюс это очень сильно спровоцировало многих убежать из ветки 50 плюс вот ветку 1000 плюс цена криптовалюты призм но монета стоила не так дорого как хотелось бы для многих а для многих наоборот дешево люди докупились и за эту неделю если мы прокрутим не забывайте что на сайте вот здесь многие забывают и постоянно мне пишут об этом алексей где мои кошелек а там две закладочки 50 плюс и тысячи плюс это я говорю для новичков значит вот здесь у нас 25 участников уже на этой неделе зарегистрировалась в ветку 1000 плюс если мы вот просто я всегда вот так вот берут провожу сколько у нас в совокупный баланс за неделю за неделю в ветку 1000 плюс пришло сорок одна тысяча четыреста пятьдесят одна монета если вы умножите на 10 рублей я не говорю на 20 соответственно это как минимум полмиллиона рублей приехала в паровоз при в паровоз призм только в ветку 1000 плюс не говоря про все остальные это вот за последнюю неделю в новых кошельках не говоря про все остальные кто дополнил докупал продавал ну обменивал и так далее все остальные в принципе здесь еще есть несколько закладочек но вы это сами там самостоятельно разберите проанализируйте значит изменение на бирже ко мне еще писали люди в негативном ключе что для чего вы сняли ограничения у нас сейчас на бирже призм икс нет никаких ограничений по сути дела любой человек любой участник может зарегистрироваться и купить монеты и продать монеты ничего нет за исключением одной разницы участники паровоза призм имеет некоторые привилегии в комиссии то есть для них дешевле завести монеты на биржу призм и дешевле вывести фиат на кошелек но на рублевый с биржи призм икс других никаких ограничений в настоящий момент нет они еще будут действовать какое-то время на субботнем вебинаре я расскажу о дальнейших изменениях на бирже призм икс по сути дела и все что я хотел рассказать про статистику так теперь мне нужно остановить показ так вот так вот мы сделаем я думаю что так сейчас я посмотрю чтобы мне было видно чат участников что кто что пишет и продолжим начнем по порядочку сначала я хочу задать вопрос вячеславу а потом уже роману значит вячеслав расскажи о твоем видении что сейчас право и происходит в криптовалюте призм и в частности с блокчейном какие изменения да какие изменения были и что ты видишь как вот человек который имеет как как сказать достаточно много опыта опыта да так скажем много опыта и в криптологии или как это сказать защите данных на грани и в криптографии и в разработке сайтов я я просто представлю сначала чтобы вы понимали кто я я никогда не рассказывал себе закончил я московский авиационный институт у меня два высших образования одно из них как раз таки основной это информационная безопасность после того как я закончил цветут я сразу пошел работать по специальности по информационной безопасности у меня есть сертификат тыска сетевой у меня есть сертификат от инфотекс управление випе сетями я проработал в крупнейшей компании рост статус эта компания ну статус она называется нет рост эта компания занимается акциями реестр и держатель акции крупнейших компаний в россии именно также я работал в компании а и жека это ипотечная компания личного кредитования государственная одна из самых крупнейших в россии работал там тоже по информационной безопасности сейчас я ну можно сказать вольном плавании работаю удаленно у меня несколько компаний есть которыми я руковожу ну как сказать интернет проектами руковожу то есть сейчас ушел в интернет сферу и занимается сейчас криптовалюты призм что могу сказать сейчас о ситуации которые происходят в призм в двух словах и она призм сейчас измечивается от своих болячек прежних рой то что сейчас делает это то что сделано было строями и в его грубо говоря убрали у нас из сети то есть вот эти 6 миллионов монет которые были сети они сейчас там и остались так в рай произошел форк мы все это знаем сеть у нас родили в на 35 тысячи тысяч нам блоки и после этого в принципе призму можно сказать что излечилось от угрозов монет на альфу то есть курс не должен так уже летать как раньше я считаю а также я считаю что он я считаю что просто роль не нужен был и нам не нужны пулы считая что лучше всего структура это паровоз структура потому что она самая безопасная вы храните свою парольную фразу именно у себя а не передаете ее структуру про или в другие структуру также вы не генерируете парольная фраза как это делается в рое в рое для того чтобы вывести монеты в обязательном порядке требуется секретная фраза и если ее человек не дает они не выводят монеты для чего это сделано это очень хитро сделано для разрушения структур если человек передает свою парольную фразу а потом снимает деньги строя если мы выводят ему приходится давать новый кошелек и он тем самым теряет свою структуру можно тебя попросить вот прям про это вот прям в глубину ты не углубляйся просто расскажи что ситуация она в настоящий момент она стабилизировалась что происходит сейчас с блокчейном стоит ли ими можно ли сейчас делать переводы надежно ли они придут придут ли средства можно ли отправлять на биржу вот твое мнение вот по этим вопросам но я считаю что сейчас ситуация в целом стабилизировалась монеты сейчас можно отправлять кошельков на кошельку на другие кошельки транзакции проходит стабильно все это видно и тоже на кошельке реприруема который совершает тысячи транзакций в день до сегодня все все стабилизировалось никаких помех нету уже по сравнению с вчера как было еще ты мне предоставлял ссылку я ее набавил на свой сайт некоторые про нее еще не знают хотя там некоторых чатах писал о том что у тебя существует собственный форжащий узел который делает периодически копию блокчейна и ссылка на скачивание этого блокчейна необходимым многим форжером для того если в случае у них что-то сбой системой произошел выключили свет или там новые блоки не затягивается заходите на сайт паровоза призму внизу найдете эту ссылочку на скачивай на сайт где можно скачать базу последнюю сколько раз в день она у тебя делается слов она делается один раз в день он делается утренний бэкапа я сейчас лишь покажу где она на моем сайте находится эта ссылка хорошо наш да конечно на сайте я включил демонстрацию видно все ну да видно а смотрите для тех кто уже в регистр для тех кто не шел нужно спуститься вниз и вот ссылку посмотреть а для тех кто зашел на ли призму них свернута то есть нажимаем развернуть получается ссылка здесь написано архив not призму последних баз данных к ним нажимаем на эту ссылку у нас открывается в англоязычной версии инструкция небольшая что нужно удалить все файлы из папки вас данных вот они здесь находятся я специально подготовил призму дб у меня mac ось стоит а это неважно windows или mac ось стоит везде одинаково то есть вот эти все файлы удаляется и заменяется двумя файлами которые находятся в архиве вот он архив также здесь для нас на официальный гитхаб где можно скачать ноды и также я бы хотел сказать чтобы пользователи не считали что нода это какое-то сложное устройство которым тяжело пользоваться вы его можете использовать как кошелек не обязательно включать форжен сейчас я покажу где на официальном сайте находит с вами в гитхабе вот скачиваем но я сейчас в 2 2 секундах вот он находится скачиваем его ставим и разворачиваем но после того как вы его установите там установщика обычный год он все но да то есть зайти можно любой кошелек сюда вести и зайти ладно лишь пока что дальше рассказывай я потом расскажу подробности значит у слова на ресурсах очень на призом на репризме очень много ссылок поэтому а ты еще слав скажи где можно тебе написать письмо там либо на почту либо какой-то телеграм-канал либо еще что-то где вот эти ссылки найти потому что многие ко мне обращаются и думают что я паровоз призвать отвечает за все то есть если что-то с репризмом пишут мне если что-то на личное через который вы можете обратиться и вопросах есть обратная цель пролистываем нет и не нашел ответа и пишет сюда но сначала лучше ознакомиться здесь все описывается все возможные ситуации что на сайте репризма что на моем другом сайте придет все описано да не забывайте на сайте паровоза до идут вопросы по паровозу а вот по репризму надо писать на репризм так что еще хотел задать вопрос то есть еще раз вот дублирую и подтверждаем такое то есть слав в настоящий момент никаких проблем с блокчейном с твоей стороны не существует и для что нужно сделать для того чтобы этих проблем в дальнейшем не было вообще какая проблема существовала и существовала ли она вообще но завис блокчейн немножечко все подождали посидели по грубо говоря голову почесали попереживали в течение суток двое но по факту я не знаю таких случаев чтобы у кого-то пропали монеты с баланса или такое все таки было а если отправляли через официальный кошелек то ни у кого ну то есть через ноды официальный кошелек там никого ничего не пропало насколько мне видно то есть таких случаев не было до были задержки суточные примеру пока восстанавливается блокчейн то есть транзакции не отображались и некоторые участники ну там на призм просили зачистить дополнительно монеты из-за того что просто просто они задержались в целом я могу сказать что сейчас все работает стабильно каких-либо опасений у людей не должно сейчас возникать в любом случае всегда можно обратиться в поддержку на сайте перевели вы деньги или на призм или на репризм или на другой ресурс вы пишите и все это решит то есть все решается как с обычными деньгами можно даже аналогию проводить электронными платежами то есть даже в электронных платежах у них бывает в этом случае люди обращаются в поддержку и все решается но пасе вообще не все видно даже спасибо большое вячеслав значит смогу добавить некоторые вопросы были и по призм иксу то есть что-то там вроде бы написано даже операция отправлена но по факту монеты не пришли если у кого-то такие ситуации случились вы зайдите на призм икс там у вас появляет не существует форма для обратной связи и напишите туда если там вам не ответили то тогда пишите мне технология но простая ничего сложного нет но я думаю теперь я должен слово предоставить роману картавцев у автору призм базы вот роман тебе тоже вопрос как ты считаешь опасно ли сейчас совершать какие-то переводы в криптовалюте призм и какая какие еще в будущем могут быть проблемы с блокчейном криптовалюты призм по-твоему что ты видишь всем доброго времени как меня слышно у меня просто со связью перебои и мне приходилось отключать и камеру и звук поэтому как меня слышно я слышу тебе хорошо замечательно но во первых на текущий момент времени все работы с призм закончили блокчейн вернулся в свое исходное состояние точнее не то чтобы свое исходное состояние поправлю себя разработчики предприняли меры для того чтобы восстановить нормальную работоспособность блокчейна что вернуло его и наши с вами средства в исходное состояние то есть ну тот момент как они были до массированной атаки так называемый доз блин немножко волнение какое-то непонятное присутствует я нормально роман все у тебя хорошо получается вот в общем на сегодняшний момент опасности принципе никаких нет опасность была тот момент когда производились доз атаки и опасность была в том то что люди часто поддаются каким-то паническим настроением которые возникают в чатах и слушают друг друга и в результате это рождает волну непонимание у людей что делать с криптовалютой да она делать заходит в кошелек видят там ноль начинает звонить начинает писать чаты и это все рождает вокруг призм некий такой фон негатива что в эти моменты делать но самое важное это не нужно паниковать нужно понимать то что мы с вами участвуем в криптовалюте что такое криптовалюта криптовалюта эта цифра это блокчейн на блокчейн периодически постоянно возникают атаки то есть мы их иногда мы их видим иногда не видим сейчас у нас была атака которая длилась там но больше суток сутки иногда там с перебоями но то есть в результате все равно сложилась ситуация то что блокчейн ушел форк и люди пишут то что а где был ли этот форк вообще может быть вы нам думаете у меня в чате там ну не у меня в чате там нас несколько администраторов в чате но тем не менее достаточно крупный популярный чат криптовалюта призм в нашем крипто сообществе но а там люди начинают спрашивать а где же был то этот форк как он выглядит ну как мне понять форки и не форки из очень много вопросов о том что же делать но в первую очередь не нужно предпринимать каких-то бесшабашных действий а если вы не уверены то не делайте лучше совсем ничего либо прочитайте чат не поддавайтесь паническим настроением волнением тем более потому что на фоне волнение можно сделать принципе то что угодно и наделать фатальных ошибок то есть я давно криптовалюте не только призму то есть мой путь криптовалюту задолго до этого начался но тем не менее я и терял биткоины и биткоина кстати говоря были и на сегодняшний день я не могу сказать есть они там или нет на сегодняшний день сеть биткоина настолько большая то что обычный рядовой пользователь он в принципе этого не видит и не замечает для него это проходит уже на сегодняшний день незаметно но тем не менее на сегодняшний день есть и в биткоине атаки на блокчейн как она называется блин проблема атаки 51 процента то есть есть подтверждение есть статьи на эту тему то что крупные полу майнинга майнинговые полы организовывали в тестовых целях атаку 51 потому что до некого момента это было просто в теории никто это не пытался сделать так вот и есть статьи на эту тему где майнинговый полу организовал эту атаку в результате она прошла внедрили в блокчейн биткоин блокчейн которому более 10 лет на сегодняшний день да и это все сделано было а нам с вами сегодня сколько два года ну или два с небольшим года ну то есть мы только еще дети если так можно выразиться наш путь только начинается у нас возникла сегодня серьезная ситуация когда ребята ну как бы уже много писали и до нашего вебинара этого текущего был вебинар где люди высказывали свое мнение все в принципе главные лица знают да так вот в чем сложилась главная беда была в том то что одни решили то что они главнее других но я условно я банальными вещами буду говорить потому что я не надеваю на себя пальто там специалиста там кибер и так далее всех этих дел но сложилась следующая ситуация то что одни не поделились с другими либо хотели забрать контроль над блокчейном результате произошел форк системы ну и в результате появилось недогонывание у людей ну как бы в принципе это нормально но так как мы молодое сообщество и люди больше в большинстве своем пришли в криптовалюту которые только начинают с ней знакомиться через призм и многих это пугает так вот основное то что нужно делать это не нужно ничего день не делать потому что если вы пришли и не понимаете что такое криптовалюта самое важное не наделать ошибок ошибками может быть это полиция в кошелек который сейчас не работает который на момент нахождение под доз атаками может возник так ситуация то что пройдет ваша транзакция но где она окажется непонятно где она может оказаться ну то есть какой может случиться не факт то что это случится но теоретически может быть поэтому главное это сохранять спокойствие не бежать на биржу что-то продавать потому что в данный момент мы знаем то что бирже сегодня заблокирована то есть как она заблокирована нельзя на бирже отправить монеты нельзя вывести из биржи монеты хорошо это или плохо это другой вопрос но сам факт что принимать горячих действий на этом фоне не нужно вот мне кажется это самое главное то есть много слов так наговорил же уж меня извините ты сказал очень важные вещи и достаточно простым языком в чатах спрашивают что такое ford и но и ответы там дают это по факту раздвоение то есть какое-то раздвоение которое непонятно кто прав начинается как бы блокчейн делится на две ветки ну можно сказать и паровоз призм как бы имеет ветку 50 имеет ветку тысячную по сути дела как бы fork но на самом деле мы в одной системе находимся чем-то напоминает вот это дело скажи а как так получилось то есть насколько мне известно создатели призм имеют значительный баланс призм как это все технически возможно стало сделать fork и опасен ли он в дальнейшем вообще как это вообще произошло на самом деле сделать это технические проблем по большому счету не составляет достаточно для этого организовать массированную атаку что из себя представляет атака атака это по сути когда тысячи компьютеров но условно говоря тысячи компьютеров это ну в общем технические детали не буду вдаваться в подробности да но когда все вместе мы начинаем одновременно лезть на сайт и сайт не справляется с возникшей нагрузкой из-за узкости своего канала или ширины своего канала как по-другому говоря да и так править конечно но его канал не справляется для того чтобы отдать людям страницу в результате канала забивается забивается очередь люди ждут и одному показывается сайт один видит картинку сайта а соседний компьютер может стоять рядом не будет видеть эту картинку он не будет иметь возможности получить это потому что все лезут одновременно вот банальным языком доса так она выглядит вот так то есть идут сразу же несколько тысяч запросов и сервера не успевает их обрабатывать как возникло в результате у нас форк системы до что но как алисея ставки сказал раздвоение блокчейна на 2 ну на 2 его сущности да так скажем есть одна база а есть еще одна база так вот эти две базы она изначалась была одной и в результате этого форка разделилась вернее не в результате форка а в результате доз атаки почему произошло разделение потому что у нас криптовалюте и как и в другой криптовалюте что самое важное разработчики криптовалюты обладает наибольшим балансом очень важно это важно для стабильности некоторые сомневаются в этом но и это доказано уже двухлетней истории что это создано именно для стабильности чтобы в дальнейшем вот эти форки можно было предотвратить и можно сказать умным словами наставить на путь истинный обратно вернуть в исходное состояние в правильное все верно благодарю алексей то есть действительно разработчик должен обладать как минимум 60 процентов эмиссии монет на начальном старте она так и было сейчас я не стану утверждать сколько в руках разработчиков есть но у разработчика должно быть достаточное количество монет для того чтобы предотвратить порк и чтобы держать контроль над сетью над призмом над блокчейном почему это важно потому что если я к примеру да либо кто-то какой-то вася пришел он там компьютерный гений у него есть средства у него есть компьютеры и так далее он думает а почему вы мне не поджать это все дело под себя и если у него есть возможности финансов он выливается со своими финансовыми возможностями в этот крипто инструмент выкупает его запускает форжащие свои узлы и организует соответственно подпитку своими мощностями сеть а в некий промежуток времени он организует к примеру компрометирует систему организует ddos атаку блокируя работу официальных ресурсов системы и в результате перехватывает на себя все по итогу у нас получается так то что кратковременно блокчейн оригинальные перестает какое-то время функционировать в этот момент подключается мошенническая в эту цепь подключается мошеннические блоки я бы сказал блоки или там последовательно ноды мошеннические подключается пока забить главный главное на себя и в результате сеть уходит то есть когда включается обратно в сеть подключается ноды разработчика и функционируют те которые уже переняли на себя управление сетью то есть вся сеть концентрируется и ориентируется на них но еще и подключается возвращается к работе но до оригинальной разработчиков и в результате сеть идет по двум разным направлениям и какая здесь опасность опасность в том то что на ноды разработчика может быть заведено много сервисов а это может быть биржи обменники социальные проекты которые зависят от его нод который ориентируется на его ноды на его официальные ресурсы и и теле нашлись такие которые рассказали то что а зачем официальные ресурсы да не мошенники они воры у них там все работает роман у меня к тебе еще такой вопрос подскажи какой то достоверный такой критерий существует что я вот сейчас отправлю монеты грубо говоря с моего кошелька твоему кошельку и они пройдут и в том блокчейне в котором надо есть как то это можно достоверно определить или как какие меры принять чтобы вот удостовериться что я делаю правильно все ну на самом деле удостовериться действительно можно в оригинальной сети высота блоков будет выше чем не в оригинальной и по высоте блоков можно это оценить то есть если имеете ноду либо подключаетесь к официальным блокчейн нужно посмотреть их высоту и дополню как бы я склоняюсь немножко не согласиться с тобой потому что в принципе если сеть оригинальная сеть подвергалась доз атакам она была вырублена то это может быть блоков меньше в принципе чем а сеть которая нападала и инициировать и там может быть блоков больше но это не значит что она оригинальная в нашей жизни что перебиваю нашей ситуации которая сейчас возникла у нас блоков больше в оригинальной сети то есть смотреть можно работает ли наша текущая нода или там кошелек по высоте блоков если мы смотрим если совпадает в статоблоках но там пускай там до 10 до 20 блоков расхождения значит мы действительно находимся в той сети в которой нужно но на самом деле да так у нас достаточно тривиальная простая ситуация и к тому же на сегодняшний момент даже вот и думать то в принципе об этом и как-то извините за слово заморачиваться не стоит потому что даже та сеть которая находилась в корке сегодня наша нода или если ваша нода работала и вы держали свой форжащий узел и она каким-то образом перешла форк там будет написано и статус ноды будет писаться то что он в статусе форка находится и нужно синхронизировать базу сама надо об этом на сегодняшний момент уже говорит но была ситуация такая то что не говорила и было фактически два блокчейна существовала можно было определиться только по пирам по которым подключена в настоящий момент нода и является ли это пиры от разработчиков но это другая тема были не знак это очень сложно давай не будем глубину углубляться если так могу я максимально упростить в настоящий момент проблема разрешена и на сути дела по сути дела опасаться нечего все ноды синхронизированы с истинной так как бы сказать системой с истинным блокчейном и пока никаких там посылок или опасности в настоящий момент особых не существует я правильно услышал ром да все верно ли все спасибо пользуемся официальным ресурсом официальным адресом кошелька хоть там нашлись люди которые стали говорить и утверждать то что это неправильно это неофициальный но как бы если мы все время от начала создания признак пользуемся одним и тем же ресурсом одним и тем же адресом как его можно говорить то что он неофициальный и не настоящий либо вообще мошеннический но что за бред то такое поэтому если мы пользуемся вали . прием только . space либо мы пользуемся своей ноды что еще лучше и если я хотел бы здесь акцент такой оставить то что если мы пользуемся своей нодой а то мы становимся в этот момент во первых мы поддерживаем отвлекся на чат если мы поддерживаем о вернее если мы держим свою собственную ноду мы во первых поддерживаем в работоспособном состоянии саму сеть а во вторых мы не зависим никак от адреса официального кошелька но то есть ранее даже наверно будет домена говорить призем . space на вали . прием . space пресс мы в этом случае даже и не зависим вообще ни от того если мы держим свою собственную ноду но да можно установить двумя образами либо на свой дом не нужно это все давай это все пропустим если нужно до обращайтесь каменька роману в чат он все расскажет от начала до конца в принципе уже чат очень много давайте я расскажу алёш блин извини что перебиваю я просто хотел рассказать о генерации создания кошелька парольной фразы сейчас подожди я маленько в начале поставлю значит нас учет вячеслав предлагает оригинальный спор не оригинальный а очень правильный и скажем способ создания парольные фразы почему парольная фраза очень важно особенно для тех участников которые только знакомятся с криптовалютой призм и я хочу прямо вот это сейчас на вебинаре на нашем сказать что и криптовалюте призм есть такая особенность они многие в начале забывают упускает этот момент что если вы кому-то рассказали или кто-то узнал вашу парольную фразу то по факту по факту на вашим кошельком воспользуется мошенник или другой человек и вернуть контроль к вашему кошельку вы не сможете никаким способом то есть если допустим у вас карточку банковскую украли но вы знаете что ее украли приходите сбербанк и просите ее аннулировать то мошенник не сможет воспользоваться и даже если на ней написан пин-код если он подойдет к терминалу он не сможет этим воспользоваться в криптовалюте призм к сожалению так но так наверное устроена криптовалюта что нет такой возможности взять и заблокировать доступ к кошельку если вы знаете что у вас парольная фраза украли поэтому парольная фраза является очень важной и она должна принадлежать только вам и никому другому вячеслав предложит нам сейчас очень правильный способ вячеслав тебе слово во первых так еще раз вернемся еще раз покажу скачиваем сначала ноду можно у меня скачать подоксе любые операционные системы скачиваем базу данных и размещаем два файла потом запускаем ноду и мы фактически увидим такое окошко после этого мы сразу можем генерировать парольную фразу то есть нажимаем на человечку но я не знаю может быть видно только я приду вам надеюсь вот я обвожу где нажимаем и здесь написано ваш пароль ну выбрать там сейчас так выбрать язык сначала нужно и нужно выбрать что пользователь уже зарегистрирован после того как русский язык выберем и нажимаем появляется ключик и генерируем любой пароль а пароль можно генерировать как самому так и воспользоваться сервисами специальными например в яндексе написали генератор случайных паролей и вот он выдает и сервис очень хороших слов я не вижу подожди то что-то ты тут не демонстрацию не до включил слава мы твою камеру минуточку это это я значит все теперь видно вот да теперь ромку вижу да еще раз показываю заходим в режиме переходим так переходим по ссылке вот ссылка у нас открывается от репризма блокчейн сайт на поддомене скачиваем под любую платформу ноду то есть эта нода взята с официального источника можно перейти по этой ссылке и на гитхаб и там скачать скачиваем базу последнюю как и говорил обновляется раз в сутки утром разархивируем ее устанавливаем ноду переходим по указанным адресам удаляем все там файлы и размещаем два файла которые были в архиве запускаем ноду у нас появляется страница там будет написано выбрать язык выбираем русский и выбираем зарегистрированный пользователь даже если мы только собираемся зарегистрировать кошелек то есть у нас еще кошелька нет мы все равно выбираем зарегистрированный нажимаем на человечка всем видно да да вот этот важный момент вот а очень важно на миссаре сюда нужно нажать да и здесь будет написано ваш пароль а находим любой генератор пароли либо сами делаем пароль но на самом деле это муторно поэтому берем генератор любой онлайновский можно взять можно еще как-то и генерируем пароли нам нужно 100 символов 200 символов но вот этот сервис дает только сгенерировать 99 ну желательно где-то 200 вот у меня уже подготовленная фраза есть ну то есть комбинация особенность блокчейна призм это восприятие любых комбинаций слов любых комбинаций букв здесь даже можно на русском напечатать равно вас при блокчейн призм воспримет я именно но да вашего примет и теперь это у вас секретный пароль посмотрите его очень тяжело подобрать но это просто не сравнимо с тем что генерирует а кошелек оригинальный вводим в строку где написано ваш пароль нажимаем вход все у нас генерировался кошелек по вот этой парольной фразе что мы здесь видим мы здесь видим его номер когда по нему нажимаем вот он его номер и вижу видим публичный ключ но здесь есть такая особенность что он написан заглавными буквами и невозможно его активировать из того что именно заглавные буквы мы можем нам нужно перевести в нижний регистр также пишем а где-нибудь в поиске перевести в нижний регистр онлайн примеру вставляем этот публичный ключ переводим вот он получился вот он у нас вот у нас публичный ключ этого кошелька я его ставлю вот такой есть теперь покажу процесс активации этого нового кошелька который мы создали сейчас выхожу из этого кошелька у меня было заготовлен еще один кошелек для того чтобы продемонстрировать и вот тоже со сложной такой парольной фразы вот мы входим в принципе можем не входить сначала просто пока о кошельку также зайти ну там можно и по парольной фразе на нем сейчас видим одну монетку нажимаем отправить выбираем вот этот новый генерированный адрес кошелька и сразу пишется что этот аккаунт он еще не активирован его нужно активировать а для его активации нужен публичный ключ обычно надо не спрашивать публичный ключ если кошелек активирован но так как он еще не активирован то требуется его публичный ключ так вот и оставляю парольную фразу для перевода и посмотрите что будет если я ставлю заглавные буквы он не дает а так топает я сам себе переводим и вообще не ромок и вячеслав он не дает переводить то есть либо просить кого-то другого вам активировали прислали монетку чтобы получился ключ как я его активирую другого кошелька то есть у меня заготовленный вот этот кошелек был а я перевожу на этот сейчас сейчас все переведет а я количество не желал поторопился количество монет и еще еще раз покажи вы видеться при заглавных буквах говорит что неправильный номер когда заглав личного ключа да да когда заглавная теперь вставляем прописные все у нас ушла транзакция вот такая особенность то здесь пишет заглавными буквами она нужно перевести в срочные для перевода на кошелек не будем ждать там где-то эту минуту займет но это самый безопасный способ также можно по паролю заходить здесь значит кошелек который мы создали мы можем зайти по парольной фразе в этом случае если на балансе больше тысячи монет включится форжинг автоматически если по парольной фразе зайдем а вот все кошелек активировался пришла с ранее заготовленного кошелька транзакция кошелек активирован если вам требуется смотреть кошельки с большим балансом я предлагаю использовать сервис репризм либо сразу смотреть блокчейне то есть вы можете сбить любой адрес сюда и автоматически покажется ваш кошелек покажется его доход баланс но лёша об этом не раз рассказывал и новые штуки покажутся тот кто активировал кошелек ваш показано и текущая нода это текущая нода это означает нода с которой берется данные вашего кошелька здесь пишется и это и пилу ноды это не из которого вы сидите а то люди начали бояться и говорить что почему моя пиле дает это не ваша это айпи ноды на которой показан ваш кошелек и можно до отменить то есть вот он официальный репризмский числа сразу вопрос у меня сразу вопрос вот можно ли как-то на сайте сайтом я твоим очень часто пользуюсь можно ли как-то на сайте статус поставить ноды находятся в рассинхронизации или наоборот все нормально вот какой-то там уровень опасности как вот я еду по городу и мне то красное то желтое то зеленое вот примерно что то вот такое иметь бы какой-то индикатор на твоем сайте как то что ты думаешь по этому поводу у меня там и так уже стоит защита то есть он не дает сайт показывать ноду если у нее блоки ниже чем у остальных на 20 блоков то есть там защита стоит даже если у меня официальная нода не будет синхронизирована в данный момент она будет писать ошибку но если весь блокчейн ушел в форжинг то тут то уже никак это не отобразишь и технически это не решишь это это только смотреть но сейчас отображаются все ноды которые синхронизированы на на сайте реприн это все делается автоматически то есть людям не нужно ломать голову об этом а я так понимаю ты вот механизм определяется по высоте блока до механизм определяется по высоте блок у меня набираются в пулу в пулу набираются ноды и смотрится наивысшая высота блоков многие многие которые среди нод которые набраны и если высота ну там случайно выборка получается если высота блока ниже на 20 какой-то но да она не пускается отображение в репризме автоматически отлично значит еще вопрос в чате я хочу чтобы оба ответили и вячеслав и роман и задают вопросы у его очень часто задают и где теперь децентрализация что вячеслав понимаешь под децентрализация существует ли она по-твоему в призме конечно децентрализация существует я даже не понимаю почему такой вопрос сейчас задают если бы не было децентрализации то бы и форков никаких не было вот бы было бы у создателей но да было бы и создатели кошелек был бы и никто бы ничего не смог сделать почему еще раз порт произошел потому что у злоумышленников у них были большие балансы форжащих нод и они смогли выключить грубо говоря запросами то есть перегрузить ноды создателей и в это время склинились форжащими нодами и в это время получился порт то есть они они смогли его сделать но из-за того что создатели сказали всем перезагрузить призм и и загрузить официальные блокчейны мы смогли вернуть ситуацию под свой контроль то есть получается как и ручное управление так и распределенное то есть создатели сам он не не сделала пор создатель попросил всех участников подключить свои ноды и загрузить но слабо геренза до основной блокчейн который он был у создателей только из-за этого пошло если бы этого не было мы бы сейчас были в порте понятно ром можешь ли ты что-то добавить твое мнение вот какое где по поводу и где же сейчас децентрализация да твое мнение относительно децентрализации в криптовалюте призм существует она или ее нету все-таки но на самом деле вячеслав достаточно широко ответил я лишь дополню 2018 год когда мы переезжали тот момент когда был инициирован перед переездом на новый блокчейн перед трансфером создатели как поступили нам не отключили блокчейн у нас не перестала мгновенно что-то не работать у нас нигде ничего не отказывало то есть в один прекрасный момент блокчейн создатели блокчейна призм обратились к сообществу точнее даже не к сообществу а обратились к лидерам которые на тот момент представляли были но на какой-то лидерской позиции которые обладали большими структурами и обратились к ним с просьбой для того чтобы ребята у нас есть сложности нам нужна ваша помощь остановите пожалуйста свои кожи и узлы и остановите ноды это необходимо было сделать для того чтобы разработчик мог внедрить блокчейн свои изменения обновления ну и внедрение которые были внедрены и как бы то что он и хотел сделать но это бы не случилось если бы призм сообщества не состояла бы из форжащих узлов людей если бы у людей не было бы своих рабочих нод если бы люди не не пользовались этими инструментами были бы только форжащие узлы и ноды от самих разработчиков и в любой бы момент когда бы они захотели что-то сделать они бы взяли бы выключили и на хрен сделали бы и все то есть если у нас разработчик не может этого сделать здесь значит не должно возникать вопроса в принципе если у нас децентрализация многие просто путают под сон где децентрализация то что у разработчика много монет у него должно быть много монет у него не должно быть мало монет он должен защищать свою систему которую он сделал и одно один из способов защиты блокчейна защиты его ну так скажем если можно так выразиться защиты прав на интеллектуальную собственность блокчейн который он сделал призм это обусловлено его количество монет потому что блокчейн устроен по принципу что у кого монет больше на те ноды пользовательские ноды и ориентируется то есть если есть нода в блокчейне с миллионным балансом и есть моя нода где 10 тысяч монет вы что будете равняется на мою ноду где 10 тысяч монет нет конечно ваша нода сначала посмотрит правильность сформированных блоков моей ноги и сравнит их с правильностью с которой от разработчиков где миллион монет и это обусловлено гарантии безопасности того то что блокчейн он будет честный блокчейн там именно мощность у нас баланс идут еще хотел минутку показать по кошельку посмотреть что кошелек синхронизировал ты где блоки смотреть по высоте если недолго только потому что у нас уже лимит по времени вопросы и ответы нужно еще провести хорошо я быстро показываю так видно да смотрим еще раз вот официальный сайт блокчейн придем . спать смотрим и видим высоту то есть когда мы перезагружаем увидим высоту максимального блока здесь заходим наш кошелек так еще раз секундочку кошелек на ноги и здесь пишется высота блока последнего то есть если мы близко находимся все мы находимся в правильном блокчейне мы можем сделать я бы хотел также обратить внимание что ноту нужно воспринимать не как что-то такое сложное нужно там эти адрес нужно еще что-то делать это целый сервер это кошелек мы считаем его обычным кошельком нам не для того чтобы переводить монеты и просматривать транзакции нам не нужно иметь выделенный айпи адрес устанавливаем себе как какую-то программу и пользуемся ей просто как программы как кошельком не пользуемся мы этими life кошельками и всем остальным мы пользуемся нодой но да это наш кошелек самый безопасный он передает когда другие но информацию он передает в зашифрованном виде то есть он передает его блоками в отличие от кошелька любого другого то есть через сайт все равно там получается вы передаете там хоть и зашифровано но не так безопасно как через ноду все я думаю на этом достаточно отлично да значит я от себя хочу добавить такое добавление значит почему я в криптовалюте призмы я считаю что сегодняшняя ситуация это вот связано алексей муратов хоть он явно вот сегодня и но не заявил вообще каком-то я ему писал неоднократно сегодня он не ответил на мои слова даже никакие и в принципе я даже с ним согласился потому что он проверяет вообще рабочий механизм создан или нет криптовалюта призм единственная криптовалюта с идеологии с идеологии которая изложена в книге алексея муратова кто не ознакомился с идеологии криптовалюты призм или вообще с идеологии алексея муратова очень настоятельно рекомендую прочитать данную книгу в ней дан вектор в каком направлении будет развиваться криптовалюта призм будут ли создатели по сути дела грабить людей или будут ли они делать позволят ли они делать форки открыто этих там слов вы не найдете в криптовалюте призм но вектор в ней указан четкий именно поэтому я нахожусь сам в криптовалюте призм и я верю что будет сделано все возможное для того чтобы цели изложенные вот в книге в идеологии рано или поздно достичь так теперь у нас наступает тотовой момент где вопросы и ответы я сейчас в чат напишу задаем вопросы и ответы задаем вопросы и ответы некоторые вопросы мы уже конечно ответили просьба только к тем кто задает задаем вопросы так вот я напишу если вы задаете кому-то вопрос конкретно сразу же пишите роман вячеслав алексей чтобы было понятно и буквально там 10-15 минут у нас раздел на вопросы и ответы так я буду зачитывать и сразу же предоставлять слово есть и так выключили ройту почему не могут кошельки с воронами призмами блочить извините за глупость не подожди вот давай вопроса нету ника ну то есть не обозначено кому я сначала скажу свое мнение а потом ром ты добавишь если так можно значит во первых я как ну руководитель биржи и вообще ко мне очень раньше обращалось много людей и утверждала что монеты ворованные к вам зашли на биржу на самом деле это процесс очень сложный определить достоверно ворованные или нет монеты но вы и сами этот смоделировать эту ситуацию вы сможете вот никакой проблемы на самом деле не существует особенно если человек совсем недавно приобрел монеты и под ним нет структуры однозначного ответа украли у него монеты или он сам их перевел дать практически невозможно это нужно целое расследовательское расследование провести чтобы определить да у него монеты украли поэтому я декларирую вообще на нас бир о бирже призмакс о том что мы ворованные монеты возвращаем пострадавшему у кого монеты своровали но по факту нужно проводить вот это вот расследование не всегда его технически возможно даже вообще провести если есть какие-то там свидетельства или там достоверные доказательства то да мы возвращаем но вообще это ребята непростая ситуация я об этом как бы сам с удивлением обнаруживаю поэтому если так выключили рой почему не могут кошельки с ворованными призмами блочить я отвечаю в том что достоверно определить ворованные или нет не всегда просто но достоверно известно что в криптовалюте призм существует кошельки которые заблочены это техническая возможность такая по факту существует теперь слово романом что ты можешь ответить на этот вопрос и но мне остается только добавить того то что ты уже сказал по факту ну мы с тобой как-то говорили об этом я выражал там свое недовольство когда ты на своей бирже установил то что мы возвращаем монеты я тогда еще писал ситуацию такую а как ты докажешься что ты то что у меня кто-то украл или то что не я ли сенсировал эту ситуацию к примеру простой банальный пример я продаю человеку монеты получая от него деньги он эти монеты отправляет тебе на биржу а я тебе пишу бегу алексей у меня монеты своровали и у меня и разыгрываю панику грубо говоря им не веришь ты говоришь что тот человек негодяй и он украл монеты блокируешь его аккаунт на своей бирже а мне возвращаешь монеты то есть я остаюсь и со своими монетами и еще и плюс чужие деньги присваиваю и кто здесь тогда найдет право если у нас в чате вот огромное количество мошенников они постоянно придумывают какие-то извращенные схемы причем они приглашают там фейковых гарантов то есть что только не придумывают и это я описал только маленький айсберг того как мошенник может поступить это банальная ситуация которая в принципе можно вычислить но если он будет зараза правдоподобен то даже самый прошаренный сыщик извините то что такими словами говорю но он не достучиться до правда ну вот я об этом и сказал достаточно сложно определить достаточно сложно определить даже мне насколько это вся история достоверна поэтому однозначного ответа но бывает проходит неделя две три месяц бывает проходит пока какое-то решение сам найдешь аргументы принять ну непростая ситуация за поэтому я тогда и излагал то есть возмущение свои то что биржа не должна принимать и брать на себя роли регулятора и решать чьи монеты опять же ром извини вот добавлю к твоему ну допустим человек который завел на биржу говорит а я роману отправлял и там написано роман картавцев грубо говоря в тинькове отправлена я дата совпадает в этом случае мне не остается никаких аргументов но сказать что ну принять какое-то решение авторитетно достоверные факты и им представлены что он с тобой рассчитался значит монеты не ворованные но грубо говоря то есть можно поискать я говорю о том лишь что можно поискать подтверждение воровства если подтверждение я могу как продавец ой вернее как покупатель предоставить если это совершен был платеж через банковские карты я могу отослать тебе и сенсировать по твоему запросу банковские платежи и так далее но если я это проводил допустим одну валюту на другую поменял криптовалюту все да понятно короче мы с тобой поняли друг друга не будем дальше можно определить нельзя определить давайте дальше следующий вопрос ром я зачитаю подожди ром алексей роман слава как вы думаете стоит ли держать весь баланс на кошельке от евгения или сделать для похода в магазин или на любые растраты ну отдельный давайте я отвечу по порядку то есть я часть монет держу часть средств держу точнее у меня отдельный кошелек которым я пользуюсь вот приложением от евгения он мне очень нравится пока я принял для себя такое решение таймаут в течение года условно говоря если ничего не произойдет таких каких-то низ нелогичных или случаев неправильных то я возможно возможно подключу и установлю и другое ну второй кошелек на приложение от и евгения пока вот у меня такое решение вячеслав я считаю что в любом случае если у вас большие балансы их нужно держать именно в блокчейне в кошельке в каком-то в удобном будет находиться другие средства или там иди еще переведете вот либо небольшую часть который будете постоянно рассчитываться но основная часть должна находиться именно в блокчейне переводим ту часть которую мы не боимся потерять на любой кошелек для быстрых растрат ну евгения можно перевести а можно перевести ну грубо говоря просто на другой кошелек и пользуется вот этой парольной фразы это будет самое безопасное роман все верно лишь скажу то что если мы храним свои монеты и куда-то их отправляем на какой-либо кошелек где парольная фраза от кошелька хранится на серверах разработчика то здесь в первую очередь вопрос уровня доверия к этому разработчику и к его профессионально профессионализма настроить эти сервера в его команду которая обслуживает его сервера и поддерживает его программное обеспечение в работоспособном состоянии здесь много ключевых моментов поэтому это вопрос личный для каждого доверяю ли я этому человеку да я ему доверяю но храню ли это монеты свои нет не хранил это монеты потому что у меня нет такой разменной суммы которую я могу туда отправить мне все монеты на одном кошельке они подключены на ноги и я свои ноги доверяю потому что я и сам управляю все грубо говоря вы готовы потерять вот именно только и нужно переводить на на те кошельки которые вы постоянно собираетесь рассчитывать я по-другому не скажу вот у вас миллион монет вы готовы потерять 10 тысяч монет пожалуйста переводите это не то что там кошелек там плохой или еще что-то вы просто должны принимать на тебя эти риски если вы чем-то пользуетесь постоянно это грубо говоря как телефон вы же его в чехол ложите когда носите он же у вас может упасть может упасть вот тоже самое с монетами должна быть перестраховка потому что чем часто пользуемся больше всего ошибок делаем к примеру вечером мы не выспались засветили свою парольную празу и даже если вы не заметили все потеряли монеты грубо говоря слав я думаю зрители услышали наше мнение оно в целом у нас едино единое что пользоваться кошельком нужно ну разумно скажем так принять здравое решение рома давай дальше проедем а то у нас еще вопросы сыпятся мы не успеем а можно ли просто кошелек создать и покупать на призм иксе и выводить и и и выводить не заходить эти блокчейны репризмы что голову мне морочить эрики тизур вопрос очень важный по факту я как можно сказать создатели биржи призм икс уже в настоящий момент все ограничения сняты и по факту вы даже можете завести фиат на купить монеты на бирже призм икс там у нас генерация на настоящий момент 12 процентов в месяц будут где в ближайшее время ну изменения вы услышите их на ближайшем вебинаре и даже не заводя личный свой кошелек абсолютно доверяя по факту только бирже призм икс вырастить там на 12 процентов в течение месяца монеты и продать их в конце месяца на следующий месяц но там сами порешаете либо докупить либо и продать это вот вполне уже рабочая схема дальше где сейчас можно купить и продавать момент монеты но так как btc альфа пока еще у меня информация о том что там не купить не продать невозможно и вы видите что там с курсом творится а призм икс у нас работает все синхронизировано заходите покупайте продавайте это все есть дальше почему баланс рой клуба примерно 6 8 миллионов монет пересилил баланс кошельков разработчиков призм который в 10 раз больше евгений смирнов ну роман уже ответил на этот вопрос я думаю можно промотать назад и прослушать еще раз если что-то непонятно так слава мне нужна помощь по синхронизации ноды моя в форке у вячеслава существует на сайте репризом обратная связь напишите ольга ему туда и он вам там ответит как это все сделать либо напишите мне то есть я вам подскажу группу для где форжу удалить и выключите ноду удалите из базы данных все файлы из папки базы данных загрузите новые базы данных запустите ноду все дождитесь синхронизации у вас все будет работать и она не будет в форке это достаточно все просто так олег сошников задает вопрос а если кошелек уже активирован в паровозе то остается пользоваться только старой парольной фразой но по-другому никак то есть от одного кошелька одна парольная фраза и две фразы не бывает или сменить вы не сможете так устроена криптовалюта призм алексея форк меняет исходный код монеты призм нет не меняет это совсем другое вячеслав как установить ноду на макинтош но я уже сказал отдельный я в двух словах так так же как и на windows есть установочный файл устанавливаем качаем блокчейн запускаем все дальше дальше значит вопрос алексей я инвестор купила призм на 20 тысяч долларов по курсу 027 как вы считаете мне продать их или ждать значит я отвечаю свое собственное мнение я подчеркиваю что она может не сходиться там ну другой человек отвечает совершенно по-другому криптовалюта призм по факту единственная монета ну с которой я так тесно знаком которая рано или поздно напароманится в паровозе она пароманится в паровозе со скоростью примерно шесть раз в год увеличивается ее количество таким образом у вас потраченные деньги рано или поздно они но сейчас вроде бы как в минусе они цена на бирже совпадет а в дальнейшем и превысит а в дальнейшем может быть и в несколько раз превысит поэтому вопрос личные это средства или заемные и что делать вам принять это решение можете только вы я вот в данном случае не могу за вас сделать выбор если кто-то может добавить что-то добавьте кстати ниже написано ответ ждать и богатеть и много примерно так я и ответил все-таки у нас гуляет один заблоченный кошелек парольная фраза в доступе как это можно если кошелек невозможно заблокировать антон просто не в курсе этой ситуации этот кошелек не ну фраза гуляет одна а по факту этих кошельков больше десятка они действительно вы можете туда зайти но вывести монеты вы не можете это сделано в ноги но особенным способом так как эти монеты были украдены они ворованы и чтобы не снижать курс было принято решение но определенным кругом лиц чтобы вот заблокировать данный кошелек в двух словах скажу это воровство было в тот момент когда еще нода разрабатывалась у создателей то есть они могли это сделать поэтому но ты сейчас выпустили и уже такого нету так сейчас роман я вчера пользовался нодой для транзакции появилось окошко с предупреждением красным цветом да вопрос внимание вопрос раз синхронизация блоков повторите позже мой пароль остался 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 под защитой вот такой вопрос а кто может ответить до связь прервалась и не рассужден я просто в двух словах скажу да все осталось просто не удалось выполнить операцию нода сама заблокировала эту операцию значит пишут мне лично алексей на вашей бирже обмен очень медленный слово медленный оно в кавычках я бы написал то есть ребята я выбираю надежность перед скоростью вот может быть вы выбираете другое поэтому медленнее но зато достоверно все придет все будет и у нас на бирже обозначен лимит в 72 часа если вы это все я думаю что до 72 часов там вообще никогда не не было ни одной операции обычно приходят там ну час два максимум четыре бывает в связи с тем что часовые пояса у нас с вами разные я нахожусь в новосибирске вы находитесь в москве делаете в 22 часа в 23 часа своего времени заявку и говорите а почему приходит утром но извините у меня уже три часа ночи я не вот обязан вот это все выполнять тем более на сайте все это написано либо наоборот дальний восток человек в 7 утра проснулся утречком и что-то начинает делать хотя у меня там уже ну другой часовой пояс поэтому на это нужно сделать скидочку все написано на бирже так будет ли изменения в работе биржи призм x и почему есть ограничения в работе какие есть ограничения мне о них неизвестно вот это я добавляю уже сам может быть какие то есть ограничения ну что зарегистрироваться нужно да действительно есть такое ограничение если вы не зарегистрировались вы не сможете ни купить не продать я не считаю это ограничение так думаю ребята нельзя позволить сосредоточить в одних руках полоски кошельки нужно много разных владельцев пулов здесь я могу ответить и роман значит монета несмотря на то что ей два года она находится в настоящий момент еще только в начале своего пути ей огромное еще развитие предстоит впереди и все впереди поэтому будет и коли огромное количество пулов и огромное количество владельцев и огромное количество там и взлетов и огромное количество падения это все неизбежно. Но то, что монета уникальна, это факт. И в настоящий момент копий подобных, ну, криптовалюте призм вы не найдете, не существует. Она уникальна. Так, Вячеславу вопрос. Скажите, а как можно изменить пароль тем, у кого уже создан и зарегистрирован кошелек? И почему в репризме во второй парамайнинг шел в три раза быстрее? Не знаю. Парамайнинг в три раза показывал счетчик. Ром, ой, Славе вопрос. Ну, нельзя изменить пароль у зарегистрированного кошелька. В блокчейне призм не предусмотрено изменение парольной фразы. То есть какая есть парольная фраза, такая и есть. Почему в три раза быстрее во вторник шел? Ну, это нужно разбираться. Напишите в техподдержку. Посмотрим. Сейчас это нормально идет. Ну, это Николай Никоноров написал, поэтому, Слав, ну, он тебе напишет. Да. Дальше. Вот это вебинар «Без воды и лишней шелухи». Друзья, мы реально вот стараемся, вот вроде как, я смотрю, уже больше часа это все проходит, час двадцать семь, но я считаю, что информация, которая выдается на нашем вебинаре, она важна тем людям, которые хотят разобраться вообще, в чем они участвуют, и максимально дотошные вот такие люди. Если люди без без разницы, или там верят, ну, что кто-то им говорит и шепчет в ухо, скажем, там, заходите вот сюда, скажи мне на твою парольную фразу, и у тебя все будет хорошо, но я вот, как сказать это, помягче, вот сомневаюсь в умственном развитии данных людей. Вот. Примерно так. Поэтому мы стараемся вебинары делать максимально честными, максимально открытыми и вот дотошными. Так вот, вот это слово я бы использовал. Дружно поставим лайк. Роман, отчего отключите Рой? Извините, пропустил. Евгений, повторите, пожалуйста. Евгений у нас непонятно, кто это такой. Отчего отключили Рой? Я не знаю, я считаю... Ну, давай, Роман, отвечай. Отчего отключили Рой? Ну, во-первых, официально еще не было заявлено то, что... Ну, точнее, было, но как бы официально, неофициально, но его не отключали. Что поднять под... Что вы подразумеваете под тем, что говорите, отключили? Как так взять и кого-то отключить? Ну, как вот меня в призме взять и отключить мой кошерек? Его можно заблокировать, его можно заморозить. То есть для этого есть определенные механизмы, и я говорю неправильными словами в данном случае, но они есть. Но они... Их можно инициировать поржащими узлами определенными при определенном стечении обстоятельств. И что сделано с их кошельками, я сказать не могу. Поэтому этот вопрос на данном этапе, я думаю, пока не уместен. Пока висит он еще в воздухе. Рома, к тебе сразу же следующий вопрос про ноду. В ней смело можно указывать свою парольную фразу от основного кошелька для включения в форжинга вопросительный знак. Да или нет? Да. У вас другого выбора нет. Если вы хотите форжить, вы должны это сделать. Ну, я просто добавлю, что нужно, чтобы никто к вашему компьютеру не подходил. Желательно. Потому что неизвестно, что придумают двумышленники. Всякие ситуации бывают. Присылают файлы посмотреть, присылают архивы, а потом оказываются это вирусы. Также можно посмотреть кейлогерами, что вы там водили, куда-то наставляли и так далее. Если локального доступа к вашему компьютеру нет, вы можете это смело делать. Локального, подразумевается еще и удаленный доступ. Такой, как TeamViewer и так далее. То есть не должно быть этого доступа. Вы никому не должны давать доступ к вашему компьютеру, который форжит. И желательно, чтобы он был под парольной фразой, чтобы тоже никто не подошел, включая детей, потому что всякое может быть. Да, друзья, вот как бы... Я дополню слово. Если вы хотите форжить на своем домашнем компьютере, побеспокойтесь, чтобы там было как можно меньше игрушек. Если на вашем компьютере играют дети, то это не место для форжинга, потому что форжинг подразумевает то, что вы включаете свою ноду, на которой лежат ваши деньги, и вы свои деньги доверяете, получается, компьютеру, который небезопасен. Безопасный компьютер это тот компьютер, в программах которого вы уверены. Если у вас, допустим, вот у нас на днях был случай, у человека украли, увели с его кошелька порядка 100 тысяч монет. Ситуация банальная. Человек два года в призме, он знает все подводные камни, но подвергся, и ситуация возникла благодаря тому, что у человека куча программ, китайский антивирус, непонятные там... Ну, в общем, даже не стану перечислять, но суть в том, что его сам по себе компьютер вызывает сомнение безопасности вообще в принципе, но этот человек, ну, в общем, он лишился по итогу своей... Нет, доверил этому компьютеру 100 тысяч монет. Я вот это тоже, вот я в курсе этой ситуации. Короче, она очень сложная, и как бы... Я шарашил. Поэтому, да, тут люди совершают ошибки, которые долгое время в призме, они уже, можно сказать, профессионалы, но будьте всегда внимательны к тому устройству, которому вы доверяете свою парольную фразу. Поржень это будет... Если дула большая, Если дула большая, найдите отдельное устройство, не так долго оно будет стоить. На этой неделе, в течение... Ну, короче, на этой неделе я получил два вируса через рассылку. В первом случае человек сказал то, что это обновление, а во втором случае человек прислал то, что это автоматическая подгрузка базы в мою ноду, чтобы она там хорошо синхронизировалась сразу, ну, короче, такую-то в ту мне нагнали, но сам факт, то, что люди некоторые скачали и поверили в это. Поэтому вестись на эту ерунду все не нужно. Есть официальный сайт, точнее, страница GitHub, где выложена нода, выложен исходный код, оттуда брать нужно, либо в исключительных случаях, если вам супер лень брать на альтернативных источниках. Все. Все понятно, Ром. Значит, еще такой вопрос задан. Как без ноды понять, что сейчас безопасное время для входа в кошелек и можно делать транзакции? Можно я отвечу первым? Я для себя придумал такой, может быть, может кому-то покажется слишком элементарный способ, но я считаю, что он максимально простой и максимально эффективный. Я захожу на сайт публичный блокчейна, и если вижу, что блоки формируются регулярно, то есть там в каждую минуту, одна, две, три, история постоянная, то есть через минуту следующий блок, через минуту следующий блок. Я понимаю, что блокчейн работает нормально, стабильно и совершая транзакцию. Если же я вижу, что история там показывает, там средняя скорость генерации блока составляет там три минуты или две минуты даже, это ненормально, это значит, что что-то пока следует воздержаться от совершения транзакции. Ну вот у меня простой такой и я считаю, что достаточно эффективный способ. Кто что может добавить? Я могу сказать, все верно. По-моему, этого способа вполне достаточно и не нужно что-либо придумывать. То есть если в блокчейне идут транзакции ежеминутные, если кошелек доступен, валет.призм.спейс, открывается легко, значит все, вы можете производить транзакции и время безопасное. Самый элементарный вариант, это даже никуда не заходить не нужно, а зайти в свою же ноду, зайти на ней на вкладку написано в задании, вот в дано, да, в задача, дано, ноды нет. Понимаешь, ты говоришь, зайти в свою ноду. Ну короче, ответ, я неверный. Дальше. Товарищи, а можно пользоваться призмологией, как там переводить, указываем пароль? Ну я, кто хочет ответить или желает, я бы пропустил вообще этот вопрос. Это нужно задавать вопрос автору призмологии, все. Может быть он здесь сегодня есть, пускай ответит. Да, Валерий, если можешь, там напиши в комментариях. Отчего отключили Рой, пропустил Евгений, промотайте назад, уже говорили. Так, в чате, ни отчего, короче, не отключили, пока ответа на этот вопрос нету, все висит в воздухе. В чате BTC Alpha написали, что программисты призм сожгли 5,5 миллионов монет вместе с Роем, теперь на биржу лить будет некому. Ну, если так написали, ну, значит, это люди верят в эти слова. Может оно и так. На самом деле, я не видел, чтобы что-то где-то сжигали. Вот, зайдите на кошелек Genesis и увидите совокупный баланс, он не уменьшился. 72 часа, это работа банков. Согласен, если вы хотите быстрее, попробуйте, ну, найти другой сервис. Так, Алексей, биржа Prism 24 часа работает. Нет, у нее есть расписание, зайдите на титульной странице, видно. Как узнать, что нода в форке? Достоверно, невозможно узнать, что ваша нода в форке. Вячеслав рассказал по поводу высоты блока можете попробовать это определить, но на 100% или нет, Слав, я бы так вот не утверждал. Вот. Какая-то... На самом деле... Ребята, есть? Ну, давай, Ром, только недолго. Есть у ноды определенные статусы, когда она находится в режиме догрузки блоков, когда она находится в статусе форка, и когда вы в свою ноду заходите, и она находится в статусе форка, то сверху, справа, вверху появляется сообщение, что нода в форке, либо зайти в API ноды и посмотреть ее статус техническим образом. Ну, надеюсь, вопрос был услышан. А, ответ был услышан. Ну, я могу сказать так, уточнить по высоте блоков. То есть, смотрим высоту блока последнюю на официальном сайте и смотрим транзакция, которая была, по какому кошельку. Все, вот этого достаточно будет в данном случае обычным людям. Вполне. Так, хорошо. Я засмеялся, потому что Роман написал, что у меня 7.30 утра, я работаю на благо призм. Лайк, два лайка. Так, значит, чтобы, не знаю, вопросов еще много, давайте еще потратим три минуты. Что будет с кошельками и монетами тех, кто организовал форк? Пропускаю. Ну, они там сами знают, что с ними будет. Нам до этого делать нет. А к чему Славик показывает, как создать пароль из двухсот символов для новых членов, которые только будут регистрировать кошельки? Друзья, во-первых, Олег Сошников задает этот вопрос. Я вот Олегу и задаю, делаю комментарий. Во-первых, каждый желает быть уверен, что у него невзламываемый пароль от его кошелька. Если вы считаете, что у вас слабый пароль, или вы думаете, что его кто-то там вскрыл, или может вскрыть методом подбора, сгенерируйте, как рассказал Вячеслав. И вы будете уверены гораздо больше. Хотя я считаю, что по факту подобрать данный пароль из двухсот символов технически невозможно. Нет такого инструмента, но просто узнать у вас этот пароль намного проще. Просто сказать, скажи мне там свой, где ты хранишь свои пароли, он сначала там, ну, короче, какой-то человеческий фактор, он намного слабее, нежели математика. Поэтому получите доступ к паролю, он существует, надо это паролировать. Есть люди, которые просто тупо напиваются дрызг, и могут в своем состоянии делать все, что угодно. Леш, можно слова? Давай. По поводу сложности пароля еще бы добавил. Есть такой вариант, что у вас могут подсмотреть пароль. Да. Его легче гораздо будет списать. Но тут еще есть такая хитрость. Вы можете заменить английские буквы на русские буквы. Тогда даже если посмотрят ваш пароль, им не смогут воспользоваться. Им смогут воспользоваться только в том случае, если его скопируют у вас. Это очень оригинальный выход. Блокчейн воспринимает и кириллицу, и остальные языки. Да хоть на китайском напишите, попробуйте. Все пройдет по парольной фразе. Все, этого достаточно. Слава, когда мы пользуемся лайтовой версией кошелька, она не воспринимает, то есть скрипт лайтового кошелька не воспринимает кириллицу. Ну, ладно. Скрипт лайтовый. Не знали. Я не пробовал. Попробуй. Да. Значит, вопрос следующий. Я много вопросов пропустил. По сути, пулы увеличивают скорость парамайнинга в несколько раз. Через какое время этот быстрый парамайнинг монеты исчерпает весь лимит парамайнинга. Насколько опасны такие пулы? Задал этот вопрос Ильдарик. Вообще, это задача для третьего класса школы. Существует там сколько у нас в white paper написано максимальное количество монет. И известно, вы сами себе придумали, с какой скоростью быстрый парамайнинг происходит. Ну, разделите одно на другое и решите эту задачу для третьего класса. Олег, смысла нет никакого в пароль... Так, это не буду считать. Скажите, пожалуйста, действия все на бирже выполняются лично вами все-таки вручную или можно ли как-то увеличить время, увеличить время работы... Слово увеличить, оно такое двойное. Время работы биржи и можно ли сделать транзакции в автомате в любое время не в замесивости. Значит, рассказываю про биржу призмакс. Друзья, это деньги. Вот вы относитесь к этому максимально серьезно. Вот если сделать какой-то автомат, автомат всегда имеет дефекты. Вы не сможете сделать достоверный такой автомат, который работает всегда и всюду. Ну, давайте тогда, если такой автомат можно сделать, давайте его поставим в президенты и пускай он все делает. Но такого автомата не существует в природе. Поэтому в настоящий момент вот на бирже автомат существует только на прием призм. Вот вы отправили призмы и то, если вы точно указали отправили сумму, которую вы указали в заявке, точно указали комментарий, точно указали с того кошелька, который у вас прописан в профиле, в этом случае монеты вам зачислятся в течение максимум 10 минут. Но в течение последних 3-4 дней были с этим делом проблемы. Вы в курсе событий? Но если вы не в курсе, подключитесь в хоть какой-нибудь чат, чтобы быть маленечко в курсе. Все. Так, дальше. А вот, да. А для форжинга обязательно нужен выделенный IP или нет? Скажу сразу, выделенный IP у меня, у меня у самого его нету. Я использую сервис, но IP. И я не понял, честно говоря, Вячеслава, в фоне того, что скачайте ноду, и у вас будет кошелек. А она синхронизироваться-то будет, если у него переменные IP? Да, будет все синхронизироваться. То есть, для того, чтобы использовать ноду, как кошелек, не нужно форжить. Это для форжинга нужно выделенный IP. А для обычного использования в целях проведения транзакций, как кошельком, просто ставишь и пользуешься. Понятно. Да, ну и Слав, тогда я тебе вот так вот сделаю. И тогда сразу же тебе еще один вопрос, может быть, он и не тебе. Linux более безопасен, чем Windows? Ответь ты. Ну, я считаю, да, потому что под Windows больше всяких зла вредов, и эта платформа, она более распространенная и менее защищенная. В Linux есть всякие штуки, как разграничение прав, которые в Windows не так делаются. Друзья, все возможные лимиты мы уже исчерпали. Я так понимаю, что по факту можно делать круглосуточные лайф вообще, и вопросы будут идти, идти, идти. Хорошо, у нас Роман на Дальнем Востоке, на Сахалине, слава здесь в Подмосковье, а я посередине, реально, может, 24 часа лайфа, ответы идут, 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 все. Но какой-то у нас лимит есть, и поэтому я так думаю, что мы как-то это все может быть в регулярную стезю переведем в какую-то более-менее. И к этому есть предпосылки, потому что по факту у нас конкурсы, всякие акции закончены, и времени на вебинарах свободного появляется чуть-чуть больше. И это свободное время я предполагаю использовать для подобных видео встреч. Они, во-первых, углубляют знания пользователей, и во-вторых, показывают нам друг друга. То есть люди, когда мы видим вживую, это вызывает большее доверие. Вот. На этом, наверное, все. Кто что хочет добавить? Я хочу добавить сообщение, просто прочитал. Презнологии не опасны, зачем вы так пишете? Просто мы не можем о ней ничего сказать, мы не разработчики. А также хочу сказать, что да, действительно лучше встречаться и лучше общаться все вместе. И я за паровоз, за структуру построения цепочки в призме. По-другому здесь, мне кажется, меньше безопасности намного, потому что когда кошелек, когда кошельки выстроены паровозом, и с этого получаешь прибыли, это получается меньше, чем ты получаешь пули, но безопасность больше. Пароль у тебя находится, монеты все у тебя находятся. То есть ты используешь все особенности, все плюсы блокчейна. На этом все, спасибо. Ром, мое замечающее слово, да. На самом деле, главное, ключевое, люди пишут в чате, чем опасны пулы и так далее и тому подобное. Опасность в том, что они нарушают саму концепцию первоначальную призму. Первоначальная концепция призма заключается в том, чтобы мы приглашали людей и сами развивали. А если мы приглашаем и сами развиваем, нам как раз таки и поощряются наши труды парамайнингом, который состоит из двух составляющих. Это личного процента, зависящий от суммы на кошельке личных монет. И плюс второе, это коэффициент структурный, который зависит от того, сколько мы людей пригласили в свою структуру. И в качестве поощрения призм существует процент, который множится, структурный коэффициент на свой личный процент. В результате процент становится выше благодаря затраченным вашим усилиям. И это и есть концепция основная. Я там не говорю про идеологию. Я по-простому, по-банальному. Вам воздается по делам вашим за то, что вы расширяете. Нету ни в биткоине, ни в лайткоине, ни в эфире, нигде ни в каких криптовалютах такого. И поэтому на призм постоянно наговаривают то, что мы нехорошая криптовалюта. А суть заключается в банальных вещах. То, что вам воздается по делам вашим. Блин, как-то я говорю, так как-то не так. Но суть в том, что сегодня есть и пулы, и есть правильное построение веером, и есть более лаконичное, что ли, или приближенное к людям это паровоз, и есть другое построение. Это супер-елка, когда ты по-другому строишься, но более выгодно. Но это другая тема. Спасибо, Роман. На этом завершаем наш вебинар. До встречи через неделю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok